Добрый день, дорогие подписчики и гости канала! Вы у меня в гостях на канале 5 соток. Сегодня я хочу вам рассказать, как правильно посадить клематис. Такого красавца я решила посадить рядом со своей аркой. Высота растения достигает 2 метров, морозостойкость до минус 35 градусов. Это клематис второй группы обрезки. Пишите в комментариях, кому интересно, расскажу, чем отличаются клематисы разных групп обрезки. Эта декоративная лиана цветет с конца мая и до августа, с перерывом в июле. При посадке клематиса лучше располагать его так, чтобы сами корни находились в тени, ну а макушка растения находилась на солнце. Так он будет более обильно цвести и сами цветы будут большого размера. Для начала нам потребуется выкопать лунку в 2-3 раза больше, чем корневая система нашего растения. У меня клематис находится вот в таком небольшом горшочке, примерно 200 мл. Клематис очень любит золу, поэтому для начала мы добавляем золу. Дальше я кладу примерно столовую ложку карбамида. Также можно положить, например, суперфосфат или азофоску. Теперь для того, чтобы раскислить почву, мы добавляем известь. Извести нужно положить примерно в стакан. Далее я кладу примерно пол лопаты перегнившего навоза. Это у меня навоз 2-го года. И теперь всю эту красоту нам нужно хорошенечко перемешать. Чем больше вы сделаете ямку для клематиса, и чем больше у вас будет вот таким образом заправленного грунта, тем лучше ваше растение будет расти. Поэтому, если место вам позволяет, копайте ямку как можно шире и как можно глубже, так как корневая система клематиса довольно-таки большая. Теперь нам нужно установить клематис в середину лунки. Ставлю его прямо с горшком для того, чтобы посмотреть уровень земли. Нам нужно немножечко подкопать, для того, чтобы корневая шейка растения находилась у нас над землей. Закапывать ее ни в коем случае не нужно. Проливаю лунку водой с хитоспорином. Таким образом мы обеззаразим грунт и насытием ее микроорганизмом неполезным. Так, теперь я достаю аккуратно клематис из горшочка. Видно, что он очень давно в нем растет. Видите, вот эти листочки уже повяли. Вообще, я клематис давно хотела купить, но в начале весны они стоили очень дорого. По 800-900 рублей вот такое маленькое растение. Поэтому я решила подождать, когда начнутся скидки. И сейчас взяла со скидкой 50%. Корневая система у него отличная. Мы можем видеть здесь осмокот. Вот эти вот шарики. Это удобрение осмокот. Мы его, естественно, оставляем. Это будет дополнительным питанием растению. Вот, осматриваем весь земляной ком. Если видим, что все хорошо, никаких нет у нас тут гнилей. Ничего плохого, никаких болезней тоже визуально я не наблюдаю. Вот, придерживая листву клематиса в вертикальном положении, устанавливаю земляной ком и присыпаю вот так вот со всех сторон равномерно рыхлым грунтом. Вообще, если у вас грунт очень тяжелый, то в лунку для клематиса в идеале положить еще вермикулит или перлит. Для того, чтобы сделать грунт более рыхлым. Немножечко уплотняю грунт вокруг. И теперь, для того, чтобы убрать из грунта воздушные карманы, еще раз хорошенечко проливаю водой с фитоспорином. Ну, а для того, чтобы у нас дольше сохранялась влага в почве вокруг клематиса, и чтобы меньше росли вокруг него сорняки, чтобы их не приходилось полоть, Я использую вот такие круги из кокосового субстрата. Они мне очень нравятся. Я их использую и для клубники, и для малины, и даже для маленьких кустарничков смородины. Если для вас вот эта дырочка маловато, если у вас растение более крупное, то вы можете подрезать так, как вам нужно. Вот таким образом устанавливается круг, и грунт будет под этим кругом гораздо влажнее и комфортнее для растения, чем на всей остальной грядке. Вот таким образом мы с вами посадили клематис. Далее мы с вами его будем только поливать и рыхлить. В принципе, больше ухода он не требует. Можно, конечно, проводить какие-то подкормки стандартными удобрениями для цветов. Можно проливать фертикой или универсальными подкормками. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Была рада видеть вас у себя в гостях. Обязательно подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok